Привет, ребят! Я тут решил оформить овер-деливери и записать видосик про экзотный сайдарм с подземелья руины полководца. В данже у нас появился новый архетип оружия, ракетный пистолет, и параллельно банджи сделали экзотик с такой рамой плюс-минус, который по внешке, конечно, похож на какую-то внеземную хрень, и на самом деле он таковым и является. Что это за сайдарм? Во-первых, он стреляет двумя прожектайлами, которые при этом не являются ракетами, они вылетают очень быстро, но при этом имеют скорость полета, то есть там не будет регистрации мгновенно, если цель находится далеко. И, соответственно, при нанесении урона по врагам вы забираете хп у мобов, то есть, по сути, некий вампиризм из обычных игр. Главная фича этого сайдарма в том, что при убийствах, как правило, 4, вы получаете пожирание на любом подклассе. То есть, вы можете играть там на Соларе, взять этот сайдарм и получить пожирание. Конечно, лучше всего это раскрываться будет не на Войде, потому что на Войде вы и так и так можете получить пожирание с помощью аспекта на Варлике и фрагмента на Титане и на Хантере. И, типа, на Войде использовать сайдарм, который дает то, что вы так и так имеете с помощью подкласса, было бы, наверное, странно. Но когда мы говорим про другие стихии, особенно про стихии тьмы, то есть стадис и стренд, то этот сайдарм у нас имеет очень даже неплохой потенциал. То есть, вы можете, играя на том же стадисе или на стренде, на стренде получить пятеный панцирь, который дает вам кочный резист, получить также при этом пожирание и его постоянно удерживать. То есть, вы там убиваете 4 мобов, прокаете пожирание и дальше убиваете с помощью пушек или обилок. При этом важно помнить, что пожирание получило в этом сезоне нерв, фрагмент и другие способы получения, кроме аспекта Варлока, регенят вам 100 хп, а не фулл хп и дают им меньше энергии гранаты. Причем очень даже заметно. Параллельно, также у этого экзотика есть каталик. Когда у вас активно пожирание, то ваша пушка накладывает ослабление 15% и работает, как и написано. Там нет никакого кулдауна, как можно подумать. Просто если у пушки есть, если у вас есть пожирание, то пушка делает викинг, что полезно, потому что любой дебаф по мобам, это всегда большой плюс, особенно дебаф по боссам или по воителям. Из сайдарма, правда, очень зараза противно стрелять. Если, допустим, стрелять из сайдарма, который легендарный ракетный, там прямо балдеж, то здесь это буквально у вас что-то вроде мини-арбалета с корнов. И да, там вылетает два прожектайла, как видите, и из него реально противно стрелять. Однако у этого сайдарма очень хороший урон за весь боезапас. И поскольку это у нас новая рама и это спешил, у него с экономикой патронов все абсолютно прекрасно. И как его можно использовать? Я уже рассказал про стрелять, где можно взять сайдарм, убить мобов и потом просто с помощью убийств удерживать пожирание. На стрелять это будет особо сильно, потому что иметь реген, хп и плетеный панцирь, это, мягко говоря, до сих пор является имбой. Что касается стазиса, то я тут по-быстренькому собрал очень простой билд для Титана, который в этом сезоне на стазисе получил 0 бафов, потому что спасибо Банжи. Но Банжи у нас бафнули экзотик драгоценные швы, которые теперь при убийствах оружия, когда у вас такая же стихия, дает на 3 секунды воссоздание Соллора вам и вашим тиммейтам. Если вы поднимаете тиммейтов, то вы и ваши тиммейты получают мощный овершилд. То есть, играя, например, на стазисе на Титане или на том же Стренде, кстати, допустим, мы берем там Стрендовый подкласс, мы там берем какой-то Стрендовый праймари, допустим, автомат, мы себе можем прокать и плетеный панцирь, и ресторейшн, реген от Соллора, и пожирание. Это, конечно, будет таким неплохим оверкилом, потому что далеко не всегда вам будет требоваться воссоздание хп или, допустим, пожирание, но такое собрать вполне себе можно. Но, опять-таки, важно помнить, что пожирание банджи сильно порезали. Сейчас вы увидите. То есть, например, сейчас мы набьем пожирание. Раз, два, три, четыре. Пошло пожирание. Мы убиваем из пульсовки и себе активим драгоценное шве. У нас есть реген хп от Соллора на 3 секунды, и у нас есть пожирание. Видите, реген гранаты от убийств. Он абсолютно, зараза, ничтожный. Вот прям банджи это очень, сука, сильно порезали. И я могу понять, почему. На варлике это нет, при использовании аспекта на пожирание. То есть, вот так, убивая мобов, с помощью солярной пушки можно иметь и пожирание, и реген от Соллора. Прикольно. Можно ли это где-то эффективно использовать? Скорее всего, нет. Но суть в том, что можно на любом подклассе, особенно на подклассе тьмы, потому что у нас спешил второй слот, и в этом сезоне крайне полезно использовать стихийное праймари, да, а не стихийный спешил. Еще один такой, что-то около нюанса. Если все-таки вы будете играть на подклассе света и не на Соллоре, то что можно сделать? Сейчас увидите. Мы убиваем мобов там, например, там Шанку убили. Снова Шанку. Прокнули пожирание. И буквально поменяли пушку. У нас остается пожирание, и мы при этом взяли праймари, который нам может пригодиться. Это, конечно, лютый минмакс, и в контенте, где у вас локается снаряжение, это не сделать, но тоже почему бы и нет. Вот такой, ребятки, видосик про этот сайдарм. Он, скорее всего, никогда метой не будет, но его использовать в каком-либо контенте, чтобы почилить, в казуальном, вполне себе можно. Ради регена обилок, ради регена хп, и вот это все. На Титана в этом билде ничего особенного нету. Создание сфер силы с помощью стадиса и вайда. В руки ставьте, что хотите, потому что банджи порезали все наши моды. В тело оставляете резисты, в ноги вставляете стадисный урон, чтобы у вас было больше урона от праймари и от хэвика. В плащик вы вставляете, в метку вы вставляете растяжение времени и жнец. Прожали баррикаду, сделали сферу силы. Берете стадисный праймари с хедстоуном, потому что мы титаны, и нам нужны кристаллы стадиса. По аспектам я всегда ставлю копье и осколки, потому что это полезно. Граната литниковая. Фрагменты. Урон праймари пушек по кристаллам по замороженным целям. Увершилд при подборе осколков. Резист рядом с замороженными целями или кристаллами стадиса. Реген гранаты при ломании кристалла. И больше урон от взрывов стадиса. И разумеется, в артефакте у нас стоят оба стадистах мода. Все остальное здесь особо не важно. До связи. Бай.